Телеканал Россия готовит премьеру. Уже в понедельник зрители заново познакомятся с самым известным сыщиком всех времен и народов, Шерлоком Холмсом. Приключения знаменитых героев Артуры Куанн Дойла экранизировались более 250 раз. Для большинства россиян каноническим прочтением Шерлока Холмса остается советский детективный сериал режиссера Игоря Масленникова, где сыщика и его помощника сыграли Василий Иванов и Виталий Соломин. Их работу когда-то признали лучшей даже Великобритания, на родине Шерлока. В 2009 году режиссер Гай Ричи собрал полные залы новой версии, где главные роли достались Роберту Дауни-младшему и Джуду Лоу. А всего год назад на телеэкранах появился сериал «Элементарных», где Шерлок Холмс это бывший наркоман, а Ватсон и вовсе женщина, хоть и очаровательная. Будет ли наша версия столь же радикальной, узнаем у авторов фильма. Сегодня у нас в гостях режиссер сериала Андрей Кавун и исполнитель роли Шерлока Холмса Игорь Петренко. Здравствуйте, Андрей и Игорь. Здравствуйте. Рады вас видеть. Вы пока готовились, посчитали, посмотрели, оказывается в мире создано уже 257 экранизаций Шерлока Холмса. 258, так понимаю. Теперь будет 258. Игорь, каково это быть под таким номером? Или для вас это наоборот первая история, такая вот серьезная, интересная, это некий пилотаж актерский? Я, наверное, не отдаю себе отчет еще, пока в этом я не задумался. Ну вот, мы участвовали там в 258-й. Настолько был увлекательный, необычный для сегодняшнего кино, для сегодняшнего производства процесс съемочный. Я понимаю, что вот где-то позади произошла какая-то славная охота. Это была славная охота. Я, а какая по счету она? Как? У меня даже, если честно, я не особо думаю, как она пройдет по экрану. В подсознании нет, что люди все равно будут сравнивать, потому что есть какие-то закрепившиеся образы и есть. Безусловно, кто-то примет, кто-то не примет, потому что у нас он все равно отличается от стереотипов, которые уже у нас. А вот, кстати, по поводу стереотипов, смотрите, сколько у нас образов, да, уже созданных. И Ливанов, и Дауни-младшие. Это самое последнее, самое популярное. Да, компания отличная уж. Любой режиссер хочет сделать свою историю незабываемой. Что вот здесь оригинального было создано? Где-то Шерлок Холмс старше доктора Ватсона, где-то младше, где-то свои какие-то эксклюзивные ходы, истории, даже новые придумываются. Здесь что изменится? Вы знаете, я сейчас, наверное, огорошу всех своим наглым и безапелляционным заявлением. Я не делал историю про Шерлока Холмса. Я делал историю про доктора Ватсона. А это не вызвало ревности со стороны Шерлока Холмса? Ну вот что. Когда мне Андрей сказал, что вот он хочет рассказать историю, собственно говоря, это история у Ватсона и через доктора Ватсона, которого будет играть Андрея Паня. Да я Андрею готов был подносить снаряды с превеликим удовольствием и с честью. Потому что все-таки Андрей, я считаю, что это был одним из лучших, сильнейших артистов. И, к сожалению, он не так был раскрыт. И во многом, мне кажется, зритель увидит познакомиться с совершенно другим Андреем Паняным. Вы сразу согласились, Игорь Мик? Нет, конечно. Нет? Мне можно о разных ролях мечтать. Но, наверное, это последнее. У нас недавно был пресс-бранш, на котором Андрей сказал такую фразу. Говорит, я задумал, значит, персонажа необычного, угловатого, темпераментного, слегка сумасшедшего. И сразу мне пришла в голову кандидатура Игоря Петренко. Я говорю, для чего бы Андрея? Да, примерил, тут же примерил, я бы не подходит. Я так себя проявлял, какие у меня были до этого роли, я без пронятия. Этот образ, который я придумал, он сразу был всего лишь образом. Чем-то таким эфемерным я представлял что-то примерно вот такое. Потом в него надо Петренко втеснить голову в этот образ. Игорь, он этот образ развил, сделал живым и так далее. То есть в этом и состоится актерская задача. Вот всегда так трудно рассказывать о том, что ты снял. Но надо всегда посмотреть, а потом уже как-то, наверное, эмоциями поделиться. Вы знаете, это абсолютно детективная жанровая история. И поработать с чистым жанром, это очень интересно. Давайте же уже дождемся премьеры. Спасибо вам большое. У нас в гостях были режиссер сериала «Шерлок Холмс» Адрик Абун и актер Игорь Петренко. Ну что ж, не пропустите премьеру 18 ноября в 21.00 на телеканале «Россия-1». Хорошего дела. Спасибо. Спасибо большое.